Всем привет, с вами Прия. В текущий момент в игре существует большое количество постоянных бафов, постоянных дебафов и каких-либо прочих вообще в принципе способностей. Конкретно в дополнении Shadowlands этот список само собой пополнится. Вернутся различные классовые бонусы, классовые ауры, кнопочки. Но есть некоторые ауры, некоторые способности кликабельные, которые будут отличаться абсолютно у всех игроков. Это ковенанты. Их будет всего 4 и можно сказать это отдельные фракции друг от друга, так как по мере развития ковенанта, этого ордена, мы будем получать различные награды по типу маунтов, питомцев, каких-то средств передвижения, ну а также будут различные бонусы. Один бонус будет общим в принципе для всех, ну а второй будет являться классовым. Рассмотрим все относительно подробно и изучим конкретно то, что есть на текущий момент времени из предложенного альфа-тестирования. Основная способность кирий, которая никак не будет дробиться по классам, позволяет нам, используя силу анимы, увеличить скорость передвижения, замедлить скорость падения, ну а также враги нас будут замечать в меньшем радиусе. Определенное кд, определенный срок действия, и в принципе способность может быть относительно неплохо использована. И на текущий момент абсолютно со всего предложенного альфа-теста, который уже прошел в рамках стенда на Близконе, выявлены некоторые способности, которые есть у различных классов. ДК, ДХ, Друид, Охотник, Маг, Монах, Прист, Рога, Шаман, Варлок, Воин. Ну, так как на текущий момент я играю за воина, и мне интересна только его кнопка, то я прекрасно увидел то, что, да, это плюс одна кнопочка будет на панели, копье бастиона, спирт, по-моему, это копье в переводе с английского, по итогу она генерирует 25 ярости, наносит дэмэдж, и в принципе все прекрасно. Также от локации еще какой-то эффект будет весьма особый, но в любом случае абсолютно все цифры еще будут подправляться, все сроки действия, то есть 4 секунды, например, это также будет исправлено, ну и количество генерируемой ярости тоже может немножечко быть повышено или уменьшено. Следующий ковенант, который нам предложен в рамках Shadowlands, это Некролорды. Некролорды имеют при себе общую способность, а именно трансцендентность плоти. Суть в том, что мы отделяем свою душу от плоти на 20 секунд, и при этом мы можем преодолеть своей душой максимум 60 метров. При этом нас не могут затаргетить мопцы, мы находимся в состоянии невидимости, и таким образом можно, например, просто пройти какой-то неприятный участок в мифик плюс подземелье. То есть уже есть некоторые теории о том, как можно весьма полезно использовать эту общую способность у Некролордов. Ну и предложена маговская способность. Третьим ковенантом являются ночные феечки. Их основная способность это превращение в лисицу. При превращении в лисицу наша скорость повышается на 30%. Мы становимся невосприимчивы для врагов в течение 10 секунд. Ну а если мы используем это в зоне отдыха, то этот эффект не будет прерван. Он будет вечным. Способность имеет кулдаун в полторы минуты и не имеет время применения. Ну а классовая способность, которая представлена пока что на магов, это нанесение урона рядом стоящим мобам в течение 3 секунд. И за каждую секунду произнесения мы получаем по 5% скорости на 15 секунд. Основная способность четвертого последнего ковенанта винтиров заключается в том, что мы будем выбирать какую-то определенную точку с целью того, чтобы просто-напросто телепортироваться. По-моему, радиус применения 60 метров, кд 2 минуты, ну и 2-х секундный каст таймер. Скорее всего, способность еще переделают. Может быть, рейндж увеличат или наоборот уменьшат. Может быть, кд снизят, может быть, уменьшат каст таймер. То есть, абсолютно все возможно. В общем, такие интересные ковенанты. Ну и вот абсолютно все сеты, которые будут нам даваться при развитии всех этих ковенантов. Выглядят прекрасно, выглядят замечательно. И если у вас есть желание просто получить себе какой-то трансмог, получить себе какой-то бонус, то да, можно ни о чем не думать и просто выбрать абсолютно любой ковенант. Если же у вас есть желание максимально получить пользу со своего персонажа, то нужно заранее подумать, заранее пообщаться с топовыми игроками о том, какой ковенант стоит брать, почему, из-за чего, то есть какие бонусы конкретно у какого класса лучше, как их можно лучше использовать и в чем будет больше полезности заключаться. Но даже если вы сделали неправильный выбор, то заплатив какую-то определенную сумму, непонятно пока что голда это или валюта будет, можно ковенант сменить и по итогу раскачивать новый, прокачивать репутацию, очки репутации, очки фракции с новым ковенантом и достигнуть новых бонусов. Старые, конечно, заменятся, но зато придут новые. Это прекрасно и у людей будет разнообразие в виде геймплея. Каждый ковенант при этом имеет определенную свою игровую зону, каждая уникальна и пока что она дорабатывается. Надеюсь, во время моего монолога вы абсолютно все бонусы обдумали и примерно хотя бы сделали для себя какие-то наброски о том, к какому изначально ковенанту стоит присоединиться. Дайте знать об этом в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, до скорого!